всем привет привет всем отличной среды сегодня я буду делать расклад на одну позицию расклад больше для как бы так сказать на раздумья да он относится скорее всего к разделу философских раскладов на мой взгляд вот но знаете я иногда делаю такие расклады как правило они не имеют много просмотров вот потому что но не всем нужны такие темы идея к этому раскладу бы появилась у меня в диалоге с одним человеком вот я благодарю олю за наши беседы в этих беседах иногда рождаются такие очень интересные тему вот тема сегодняшнего расклада почему мы желаем неправильно я поясню суть сегодняшнего расклада я не буду рассматривать тему как правильно надо загадывать желание либо неправильно здесь не об этом суть сегодняшнего расклада заключается в том что кто или что это внутри нас что желает для чего она желает и что эти желания ему дают почему именно такой смысл немножко сложно это объяснить вот но я попробую дело в том что иногда даже ну вы знаете да есть разные техники загадывания желаний воды какие-то желания сбываются какие-то они сбываются кто-то говорит что это связано с тем насколько мы сильно верим свои желания кто-то там еще разные версии здесь сейчас не об этом суть а суть просто заключается в том что для чего нам вообще нужны желания да скорее всего мысль такая и кто именно желает внутри нас почему потому что иногда бывает так такое ощущение что желание которые у нас появляются они появляются от души да то есть душа что-то желает а иногда бывают такие моменты когда мы славливаем себя на мысли о том что мои желания от головы да то есть вот навязанные может быть где-то позаимствованные у кого-то да вот и вопрос не в том как понять да где твои желания рожденные внутри тебя а где не твои а скорее всего вопрос в общем да кто или что порождает вот это вот состояние скорее всего ощущения желаний вот как-то так сложно мне сегодня объяснять тему ну давайте мы просто тогда перейдем к раскладу вот и посмотрим посмотрим поэтому я делаю на одну позицию даже не знаю что что покажет и если честно то это диалог уже состоялся давно вот и всегда как правило когда что-то выдергивается из контекста она теряет свой смысл тогда когда была беседа по поводу желаний как соединить наше левое и правое полушарие нашу логическую нашу бессознательную часть себя да либо иначе мы говорим наше сердце и наш ум либо как говорил зеланд в трансерфинге да что когда желание соединяет в себе состояние нашей души и оно созвучно состоянием нашего ума вот такие желания тогда реализовываются а когда есть а вот это разногласия одно хочет ум и другое хочет сердце душа такие желания как правило не исполняются так вот мне захотелось что же это внутри нас что это кто это не знаю как это объяснить как это назвать что желает вот вот об этом расклад наверное стало понятно не знаю посмотрим итак у нас будет три вопросы их уже озвучивала первый вопрос кто либо что внутри нас желает да вот этот вот механизм это кто-то либо это что-то что желает вот давайте смотреть кто или что желает внутри нас двойка кубков да можно трактовать по-разному можно сказать что любовь внутри нас а поскольку любовь это состояние и можно предположить что можно было бы назвать да что это душа желает внутри нас но с другой стороны опять же таки в контексте того что такое любовь это может быть и химические процессы биологические да внутри нас происходящие гормональные которые вызывают у состояния что мы называем любовью то есть здесь вот все зависит от того под каким углом мы посмотрим но поскольку эти понятия они такие многогранные многоуровневые многослойные я бы сказала так что скорее всего никто а что вызывает это симбиоз да вот как здесь я у нас значит пара мужчины и женщины также в принципе это симбиоз работа нашего мозга правого и левого полушария да то есть нашего сознательного и нашего бессознательного что первично сказать не могу то есть начало появляется желание в нашем бессознательному потом мы его либо их осознаем либо наоборот то есть вот здесь сказать сложно давайте еще посмотрим кто или что вызывает на желание здесь однозначно симбиоз здесь идет симбиоз либо это работой и головы и сердце то есть это одновременно либо союз какое-то соединение но здесь две есть противоположные силы однозначно активная и пассивная это по шестерке мечей некая такая движущая сила которая заставляет нас что-то делать то есть подвигает нас на что-то можно назвать это и силой но однозначно она имеет в себе вот соединение двух противоположностей кто или что внутри нас желает сама жизнь ту же слов сама жизнь то есть сила я могу предположить что это сила сила механизм что-то такое но однозначно это что-то осознанное но не живое то есть в этом нету хотя можно ли жизнь назвать живой хороший вопрос знаете сама так вот по ощущениям и споткнулась в контексте того что жизнь сама по себе она живая но что есть живое это вот прям совсем совсем философский термин сейчас его обсуждать есть честно я не готова хорошо но здесь мы видим что это однозначно сила какая-то сила внутри нас да которая включает эти желания для чего для того чтобы двигаться но у нас есть отдельный вопрос для чего мы вообще желаем вот для чего нам желание аркан звезды но они очень пересекается шестерка мечей аркан звезды для чего мы желаем для того чтобы двигаться для того чтобы его эволюционировать для того чтобы развиваться причем аркан звезды это всегда такое внутреннее состояние внутренний некий такой зов неосознанный бессознательный который движет нами да то есть это некая такая неосознанная часть нас либо некая такая неосознанная сила которая заставляет нас двигаться куда-то куда куда она заставляет эта сила двигаться в будущее вообще просто двигаться по жизни здесь нету какой-то конкретной цели по королю жезлов помимо развития помимо эволюции то есть желание я так понимаю они происходят от какой-то нашей внутренней силы которая заставляет нас двигаться и через это движение происходит рост происходит развитие происходит некая такая эволюция для чего еще мы желаем вот если еще что-то для чего мы можем желать помимо развития для баланса что значит для баланса здесь так интересно чтобы не умереть чтобы не было какой-то остановки причем здесь знаете как мне идет что есть вот какие-то не знаю как 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 цикличность что ли как какие-то этапы да когда она зарождается какое-то желание но заставляет нас двигаться мы двигаемся двигаемся в каких-то моментах достигаем того что мы хотим в каких-то нет здесь не суть конечной точки здесь суть самого процесса что идет движение потом в какой-то момент идет остановка этого движения по четверке мечей но а если мы долгое время засидимся вот в этом состоянии бездействие то мы начинаем деградировать и чтобы был баланс между движением вперед и деградации движением назад у нас появляется заново какое-то новое желание как то так что дает этой силе наше желание то есть мама нам и понимаем развития а вот и движение к потому что как только мы останавливаемся как только у нас пропадают желание как только мы вообще ничего не желаем вообще от слова совсем потому что так или иначе мы все время что-то желаем даже например там я не знаю просто отдохнуть это тоже желание поесть это тоже желание хоть и потребность но когда у человека вообще пропадают какие-то желание начинает деградация вспоминайте клинический клиническое состояние депрессии когда человек вообще не встает он даже есть не хочет да вот и есть люди которые за ним ухаживают они его кормят и поэт сам по себе он у него нету этого желания мы говорим до потребность не этого желания что-то сделать самостоятельно то есть человек начинает потихоньку потихоньку деградировать вот здесь вот примерно про это идет вопрос на либо мы движемся вперед то есть желание они как некое топливо которое нас подпитывает и когда у нас нет вообще совсем желание тогда мы останавливаемся до по четверке мечей и умираем то есть но идет смерть причем это свет не всегда физическая эта смерть может быть ментальная эта смерть может быть там я не знаю духовная моральная ну разная то есть деградация начинается деградация с этого момента то есть нам понятно для чего нужны желания а этой силе для чего нужно наше желание а этой силе нужны наше желание для чего а у меня такое ощущение что знаете мы как будто бы являемся какими-то батарейками потому что если мы скорее всего вот в процессе когда что-то происходит и мы не останавливаемся то есть мы вкладываем вкладываем в свои действия энергию то есть получается так что силе нужна та энергия которая есть у нас то есть а как некая такая аккумуляция да вот этот вот энергообмен то есть она нам дает желание которые заставляют нас что-то делать и двигаться а когда мы что-то делаем либо двигаемся вперед да там то мы тратим энергию и вот эта вот энергия нужна этой силе получается такой вот как аккумулятор некий да и взаимовыгодный обмен еще для чего этой силе наши желания для познания таким образом она сама себя познает она сама себя познает через развитие почему потому что здесь мне такое ощущение показывать знаете как как в калейдоскопе да то есть есть определенное количество вот этих разноцветных стеклышек и каждый раз когда ты крутишь калейдоскоп складываются новые узоры здесь получается что каждый раз когда у человека появляются какие то желания он каждый раз делает разные движения и вот эти вот движения действия они как будто бы вызывают ну если так можно сказать разные волны разные чистоты либо разного окраса энергия выброса энергии то есть это не каждый раз допустим энергия условно говоря желтого цвета да либо красного цвета то есть у каждой у каждого цвета у каждой у каждого действия есть свои вот эти вот энергетические ритмы волны да как их называют ну иначе может быть как сотрясание воздуха да то есть каждый раз кому что-то делаем мы по-разному сотрясаем этот воздух то есть мы по-разному используем ноты и вот соединение этих нот да то есть ноты это определенный диапазон соединение тех нот получается мелодий каждый раз это получается новая мелодия и таким образом да вот здесь вот по по жужу жезлов получается что эта сила она сама себя познает то есть каждый допустим человек это определенная нота совершая какие-то действия одна и та же нота но в разных как бы так сказать в разном контексте она все равно будет излучать какие-то другие энергии то есть название как будто бы одно а вот тона если так можно сказать да полу тона от этой ноты они будут другие вот соединение вот этого всего то есть сплетение вот этого всего каждый раз дает другой узор и вот таким образом да здесь получается самопознание то есть эта сила она себя познает просто потому что это знаете как у каждой у каждого волка свое плетение паутины и вроде бы процесс одинаковые а узоры выходят разные вот здесь примерно такой смысл если еще что-то для чего вот этой силе наши желания баланс создается каким-то образом создается баланс у нас здесь тоже говорилось про баланса примирение идет примирение некой такой дуальности а я так понимаю потому что мы начали здесь с двух противоположных сил до плюс и минус условно говоря и и когда мы начинаем реализовывать свои желания то есть через какие-то определенные действия да то происходит некий такой баланс между двух полюсов да вот в той дуальности в которой мы находимся почему потому что двойка мечей помимо примирения она несет смысл двух противоположных сил да то есть по сути появляется некое сомнение вот это вот сомнение то есть два разных мнения то есть они соединяются у нас получается вот эта вот полярность да она каким-то образом объединяется то есть гармонизируется если еще для чего если еще для чего нужно силе наши желания ну для развития то есть так получается что через этот механизм развития индивидуальные так скажем клетки да в организме то есть каждая клетка которая развивается в организме через самодублирование да через само воспроизведение себя когда она начинает делиться да то есть она воссоздает саму себя но все равно каждый раз когда переписывается код каждой клетки совершается какая-то ошибка не каждый ну то есть как это писать не в каждой клетке но все равно какой какая какие-то помехи да они происходят то есть основ основа кодирования каждой клетки она остается та же самое но с какими-то огрешностями далек с какими-то помехами и вот эти вот помехи привнося каждый раз при дублировании да в каком-то моменте получается не то чтобы клетка становится другой она не может стать другой то есть какая-то функция какая была на такая остается но через какое-то определенное количество да все равно привносятся какие-то изменения и через это происходит рост то есть я так понимаю что здесь немножко нам показали некий такой механизм работы нашей вселенной то есть изначально есть две силы которые между собой соединяются и они дают некий такой толчок до в развитии эта сила она проходит так понимаю через каждого человека и появляется в нем виде каких-то желаний и человек начинает реализовывать свои желания и пока у него есть эти желания разные неважно это привнесенные то есть откуда вы тогда взята либо этого изнутри его внутренние до желания этих какой-то вот как это сказать собственное на желание здесь наверное не столь важно сколько важен сам процесс нас а само развитие то есть как в какую мозаику до в какой узор эти разноцветные стеклышки в калейдоскопе складов будут складываться да и вот это вот многовариантность по сути о которой говорится и через эту многовариантность как будто бы эта сила она и познает себя то есть с одной стороны есть какие-то две составляющие это как программа кода которая пишется до в компьютере есть 0 и 1 а вот то какое-то соединение будет вот этих вот ноликов этих единичек да будет появляться та или иная программа будет появляться тот или иной узор вот как то так здесь было в этот раз не знаю немножко может быть сложно но и тема сама по себе наверное не столь простая вот не знаю пишите в комментариях кто что понял и свое мнение как как вы считаете да на ваш взгляд что внутри вас порождает желание и для чего она рождается здесь для развития однозначно потому что когда нету желание в принципе то что говорят и на востоке да то есть до тех пор пока есть желание у человека он жив как только желание исчерпываются потому что желание то так скажем чисто материальное проявление силы внутри каждого человека он перестает существовать то есть сначала заканчивается желание а потом жизнь человека но вот примерно такой смысл дословно не помню но смысл такой пишите давайте мы вместе с вами немножко по философствам то есть не только расклады будем использовать для понимания себя мы посмотрим немножечко шире на то есть вот просто задумываемся о тех вещах которые возможно ранее не задумывались это тоже очень полезно на мой взгляд а я с вами прощаюсь до следующего расклада всем пока пока